Четвертый международный евроазиатский фестиваль единоборств, в котором традиционно примут участие спортсмены из Владивостока, пройдет 25 июня в китайском городе Янзы. В рамках фестиваля пройдут соревнования по таким видам спорта, как джиу-джитсу, сирым корейская борьба на поясах и армрестлинг. Организатором мероприятия выступила Евроазиатская федерация джиу-джитсу совместно с администрацией города Янзы. Как отмечают организаторы, это спортивное событие очень важно для развития детско-юношеского и молодежного движения в области боевых искусств и единоборств. В честь краевой столицы будут отстаивать спортсмены из муниципальной детско-юношеской спортивной школы единоборств города Владивостока. В мероприятии планируется участие порядка 80 спортсменов от 10 лет и старше с российской и китайской стороны. Помимо соревнований команды обеих сторон, представят показательные выступления по своему виду спорта с демонстрацией основных элементов техники и правил. В настоящее время наши спортсмены активно готовятся к фестивалю и оттачивают свое мастерство. Кроме того, в рамках фестиваля пройдет международный семинар по боевым искусствам с участием иностранных специалистов. Фестиваль проводится с целью укрепления международных связей, привлечения молодежи к занятиям боевыми искусствами и ведению здорового образа жизни, развитие массового спорта, а также выявление сильнейших и наиболее перспективных молодых спортсменов. Кроме того, для развития спорта во Владивостоке большую роль играет обмен опытом в подготовке спортсменов. Восьмилетняя шахматистка из Владивостока Эмма Киселева заняла пятое место на первенстве России среди девочек до 9 лет. В турнире приняли участие 154 юных шахматиста со всех регионов страны. По результатам 11 туров Эмма одержала 8 побед, потерпела 2 поражения и одну партию сыграла в ничью. В результате попала в число участниц, набравших по 8,5 очков и поделивших третье-пятое место. Дополнительный показатель вывел приморскую участницу на пятое место. Остается добавить, что Эмма занимается в шахматном клубе «Ладья» и в детской юношеской спортивной школе «Чемпион» под руководством тренера Арутюна Маргаряна. До этого она неоднократно выигрывала первенство Владивостока, Приморского края и Дальнего Востока в своей возрастной группе, пишет издание «Спорт Приморья». С 31 мая по 4 июня в городе Холмске Сахалинской области проходил чемпионат Дальневосточного федерального округа по тяжелой атлетике. Успешно выступили на соревнованиях и приморские спортсмены. По итогам турнира они завоевали 2 золотые, 4 серебряные и 2 бронзовые медали. Обладателями золота в своих весовых категориях стали Светлана Гаджиева и Егор Ковалев. Серебро в копилку сборной Приморья положили Юлия Рогова, Артур Лебеденко, Максим Марченко и Дмитрий Козлов, который также выполнил норматив «Мастера спорта». Еще двое приморских атлетов, Руслан Кононец и Михаил Бельченко, также выполнили норматив «Мастера спорта России», завоевав бронзовые медали. Олег Завьялов, Новости спорта на восьмом.